Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в поселке Чамьева. Наконец-то делаем полный обзор. Находится этот поселок недалеко от Кемеры, буквально 5 километров. Покажем все. Пляж, шопинг. А что тут еще есть? Все, что скрыто. Да, покажем все, что скрыто. В общем, пройдемся по всему поселку. Весь поселочек, в принципе, основная часть выглядит вот так. Двухэтажные каштейнчики, очень-очень много. Только, как вы слышите, уже появились цикады, такие большие жуки, которые перебивают Анастасию. Так, собственно, чуть-чуть поворачиваемся, видим Дениса Андреевича. И все, и начинается, в принципе, первая линия. Там в основном отели, отели, отели идут. Мы сейчас с вами тоже будем гулять везде, посмотрим, что и отели, и шопинг, и море. В общем, полный обзор поселочка Чамьева. Через такие красивые цветы пробираемся. Там в каком-то отеле такая музыка, такая песня. Обязательно, ребят, рассказывайте, в каком отеле, если в Чамьево вы либо едете в какой, либо в каком-то уже отдыхали, хорошо-плохо. В общем, мы ждем от вас все пароли, явки, адреса. Будем подбирать себе отель. Ой, куда-то вас задрала. Я помню, в прошлый раз Зена, да, по-моему? Сейчас справа будет отель. Многие писали, что хороший. Хотя, вообще, конечно, музыка прям у них качает. Алисида вижу пляж. Ну да, и вот Зена пляж, и вон такая территория красивая. Пойдем посмотрим. Мы в прошлый раз так прошлись по прямой, даже на пляж не зашли. Представляете, не посмотрели. Думали, потом зайдем, а потом так и не случилось. Тут все фоткаются рядом с цветочками. Да, вот отель Зена. Все, теперь все ясно-понятно. Так. Вот отельчик Зена. Там прям целая территория, целый комплекс. Ну да, не то, что мы. Ребята, вы спрашиваете, почему я не загоревшая? Я обычно крем мажусь, мы в такую жару, конечно, не ходим, как сейчас. Что сейчас обгорает, постоянно. В 40 градусов. Да, поэтому я стараюсь не загорать, чтобы не обгорать. Это вкусненько, сейчас пекут. Санитара. Как ты думаешь, это раздевалка? Ну, давай попробуем переодеться, что ли. Или пойдем сначала... Не, пойдем, Нарь, пройдемся сначала по набережной, вам покажем. Ой, какая красотища. Немножко, как здесь тут все устроено. А, вот здесь и раки, кстати, тоже за 15 долларов за килограмма. За 10. За 10 это килограмм, за 15 2. Что непонятного? Да. Вон там море первая линия, и тут такая, как дорожка. Тут, кстати, есть детская зона классная. И я хочу сказать, даже в Антарии они все-таки есть, детские зоны. Какая-то кафешечка. Ой, так, если честно, хочется куда-нибудь сесть или лечь, вообще никуда не идти. Но нас с вами ждут приключения. Тренажерка рядом. Так, ну я, пожалуй, наверное, все это сейчас не буду вам снимать, да? Сейчас немножко пройдем, посмотрим. Если все одно и то же, то хочется яхту и шляпку. А не кепку. А не кепка. А не кепка. Ой, где я? Вот я. Какая-то детские площадки, я сейчас немножко поною, прям по-то раскалянному солнцу меня убивают. Просто ни одной травинки сверху. Так, Султанс Бич от отеля. А, тут такой бар у них, да, на пляже. В общем, это отель Султанс Бич. Султанс Бич, интересное название. Я вообще даже не пойму, да я говорю, яхта вообще классная. Пойдем в Тинзе вернем, чего мы как-то... Хотя там набережная, да? Или пойдем по набережной. Е-мое, ладно, пойдем по набережной. Викинг. А это кафешка, хотела сказать, отель. Я думаю, вам будет интереснее пройтись по набережной, что тут. То есть, в принципе, вот как... Ну, вот мы в прошлый раз ходили, все вот так вот как-то... Ну, как поселочек. Вот так вот, хорошенький, зелененький, облагороженный. Ой, опять кафешка. Купишь, и за одну лиру можно купить дружбу. И покормите животное. Покормите свое животное. Может, мы уже не будем томить людей, пойдем посмотрим хотя бы какой пляж. Или еще прогуляемся. А смотрите, а тут реально Денис был прав, заворачивается. Вот какие красивые кактусики в камне. Кого слушать? Викинг Бич. Не-не-не-не-не, пошли-пошли. Вот так и это... Так и начинаются приключения. Какой-то красивый красный большой отель. Ребят, мы прибились к пляжу от отеля Зена. Почему-то мы вокруг него сегодня кружимся. Посмотрим, что тут у нас с пляжиком, с песочком и с водой. Вот это да. Про кукурузу сладкая, вкусная. Как будто прям в Сочи приехал. Как водичка? Проблая. Раза 26. По-моему, градусник. Кстати, несмотря на волны, вода не мутная. В принципе, пляж мелкая-мелкая галька. Если в Кемере клюкнет, а тот мелкая. Все? Ну вот мы и посмотрели с вами весь поселочек. Пойдемте в другую панель. Смотрим, кстати, количество отдыхающих. В принципе, так нормально все усеяно. Пойдем погуляем теперь по городу. Я, кстати, еще не купалась ни разу за сезон. Погуляем по городу, посмотрим, что с шоппингом и вообще с инфраструктурой. Я вот смотрю, прям такие яхточки стоят красивые, обалденные. Тут даже спасатели есть. Такая красивая зеленая территория у отелей. Обалденная просто. Все в цветах, зелененькое. Мы сегодня, как всегда, кстати, приехали на один день. Ну, мы обычно так ездим, исключая тогда в Кемере, да, в Ангкору? Ага. А так стараемся одним днем туда-сюда поснимать все интересное, зарядиться позитивом, вас позаряжать. И побежать дальше спать в свою Анталию. В свою городскую Анталию. Конечно, здесь атмосфера вообще просто царит. От отдыха, релакса. Ну, не сравнится с Анталией. Хотя, возможно, если... Ну, мы просто там живем, поэтому нам так кажется. Как ты думаешь? Наверное. Я отдыхать не буду. Ну, да. Ну, поднимески, кстати. Дай себе. Чего-чего? Поднимески. Ага. Ой, ну здесь вообще просто. Это лакшери лежаки. Я себе выбирала себе лежак, и просто так себе под деревом выбрала. Блин, зависть. Меня гложет зависть. Так, это у нас с вами была лисида. Тоже, по-моему, хорошие отзывы были о лисиде? Я сейчас не помню. Кто-то писал в прошлый раз. Не знаю, я читаю. Но можно. Так, Чамьева бич. Смотри, какой красивый Денис. Там еще вон наверху это бело-розовое вот эти плетущиеся растения. Представляете, я каждый раз смотрю, каждый раз забываю, как они называются. Центральная улица. И, ну как, конечно же, шоппинг. Так, поворачиваемся, поворачиваемся, поворачиваемся. И тут у нас начинаются банкоматы. Банкомат стрит. Да, банкомат стрит перед шоппинг улицей. Ну, карту мира можно взирать, банки обналичить. Ну, еще у нас там штук 5-6. Халк банк, Денис банк. Ну, все почему-то обналичь от взирать. Там, по-моему, выгодный более курс. Какая атмосферка. Мы сейчас зайдем в гости кожаным магазин, который снимали. Потом пойдем дальше снимать. Надеюсь, мы оттуда быстренько выйдем. Какая-то музыка симпатичная. Ой, елка. Ребят, елка. Ребят, не поверите, но мы этот магазин снимали отдельно. И кусочки вставим. Ха-ха-ха. На меня, что ли? На красавчиках уже одели. Для тех, кто не смотрел, кстати, есть полный выпуск этого магазина. Не знаю, мы, наверное, часа 20, да, замутили? Мне кажется, даже побольше было. Ну, нормально. Это новая, да, у вас? Это такая куточка, да? Все скашивают коричневый, коричневый цвет. Завезли, да? Ну, у нас коричневая есть вот такая. Чуть-чуть здесь блестит кожа. А там чуть-чуть приглушенная коричневая. Здесь видите, как кожа блестит, блестящая прям идет? Есть вот такой, вот такой пламя коричневая. Они хотели цвет чуть-чуть приглушенные. И мы завезли. Интересно, что там любые размеры, да, у вас? Изготовить, в общем, на заказ. Например, S-очку мы продали, к слову. Девушка пришла именно за этой курточкой. Два дня, и здесь модель готова. Или хочет карманы поменять. Вот здесь вот такой карман. Хочет на замке. Без проблем. Два дня, и здесь курточка будет. И по картинке можете, и все что угодно, любой цвет. А вчера, вчера мужчина что заказал? Самое интересное. Мы же заказ ждем. Как на дискотеке, да? Вот это шикунь, нет, инвертитет. И вот это же есть куртная кнопочка. Вот здесь черная. Красная. Красная. Двадцать третий, вот это майк, этот, как баскетболисты называется? Двадцать. Майкл Джордан. Майкл Джордан, двадцать третий его номер. И здесь черный, а здесь тоже красный, красный. И вот это нарезы, где ткань. Черный с белым. Черный с белым. Короче, получается у нас, сейчас я покажу, подождите. Как без этого, без этого скелета, что было? Вот на эту детскую смотрел он. Угу. Примерно. Вот на эту детскую смотрел. Точно так же воротник. Нормально. Вот здесь черная. Точно так же карманы. Здесь красный, этот рукав. И вот так ниточкой, получается, двадцать три номер. Угу. В черной ниточке. На детскую он смотрел, хотел вот это сначала. Я говорю, это слишком, говорю, давай какую-нибудь букву или что-то. Ну, все каплицы, вот так я скажу. Ему вот это понравилось? Мы заказали, уже завтра готово будет. Завтра. И вчера мы размер все брали, и уже завтра готово будет. Потому что, главное, чтобы суббота, воскресенье не было. Ну, мне интересно, на самом деле, посмотреть, что-то получится уже. В общем, любое дизайнерское решение, да? Все, что... Ну, слушай, на самом деле, это... Молодец. Ананас. Вот, ананас. Это тоже для любителя. Все, мне нравится. Пожелание, воротник не снимается. Сзади, который красный. А что на замех? Из этой кожи, там песец, прям на битве идет. Видите? На битве песец. Чем качественнее было, они красные. Есть вот такая. Вот такая расцветка тоже есть. Я смотрю, там зад удлиненный немножко, да? Да, вот здесь немножко другое. Чтобы не поддувало. Точно, вот, зад удлиненный, и все, кто за рулем, и вот так, смотри. Раз. И очень удобно. Это тоже классно. Вот это еще. Вот так. Классно вообще. Классное покрытие идет, и нигде ничего не жмет. Удобно. И здесь, Светка, у меня аху и делали. Чтобы на тело, чтобы... Приятно было. Дусторонние. О, мои любимые двустороннички. Даже не успел спросить. Это вторая сторона у нас, да? Вторая сторона, и это пони получается. Здорово. А по стоимости? Теперь наш любимый вопрос. Это 350 можно. Ага, 350. Ну, я помню, что вы говорили, там, две-три скидки. Да. Если три штуки будет покупать, конечно, это скидка. Ага. От общей суммы мы всегда скидку еще делаем. Ну, вот же, две-три вещи берут, например, к слову, 750. 50 мы 100% уберем. Еще со скидкой говорим, еще уберем. В общем, много покупать выгодно, да? А, еще, получается, до этого пять штук купили. Ага. Получается, одну куточку за студу у вас подарили, еще детскую подарили. Еще детскую, да. Еще детскую я подарила, еще детскую купили. Обалдеть. А, это две детские. То есть, да. А вы подарили одну купили. Ага. У ребенка полный комплект. Больше, чем с семьей. Объединяется компания приходить, закупаться. Мы никого не обижаем. Никого не обижаем. Главное, чтобы они довольны. Патча, питон очень дорогой. Вы знаете, кожа. А это, кто не может себе позволить дорогую вещь, вот, пожалуйста, питон сделано. Здорово. У меня вот в таком цвете есть и куртка, и сумка. Время за это. На ощупь, так же, кажется, вот это вот. И туфли. Вот в таком цвете. Ага, и отстегивается коротенько, делается. Здорово. Ага. А вот здесь норка. Удобно. Угу. Здорово, мягкая. Я скажу, что норка высшего качества, без обмана, без ничего. Нормально. Среднее качество норка. Не греческая. Все говорят греческая норка, но неправда. Среднее качество. Здесь норка. Стойка, воротник. Любит же продавцы. О, там бомба, качество норка. Но это чисто атака идет. И по чему такое? И легкое, и легкое. Как будто, вот смотри. Такая легкая вообще должна быть. Да, кстати. 250 долларов как пальтошка, да? 250 долларов как обычная курточка стоит. Это односторонняя. Это односторонняя. Любимый вопрос от Дениса. Двусторонняя. Денис, 250 долларов как кожаная курточка. Как-никак, здесь у них норка же дорого же. Целый продавец дорого. Хоть и норка без 250. Как кожаная курточка стоит? Кремовая такая. Здесь кармашка очень интересная. Это как банан идет внизу. Сейчас увидишь. Сейчас я застегну. Как банан. Звучит уже. Интересно. Разлучилась, да? Вот здесь тоже удлиненный вариант. Кнопочка, по желанию, есть и шафик. Можете даже вот так разложить. Вот смотри, тут такая интересная модель. Прикольно. Почем? Кстати, это же кожа, да? Вот такая, как она, 220 долларов. 220. 220. Здесь кожа дежитал. Есть вот такая. Это уже укороченный вариант. Внизу есть, чтобы потянуть. Но чем свободно, тем моднее. Здесь тоже можно вот так приподнять, затянуть. Но это чем свободнее, тем моднее. Я вижу шубки. Шубки, да? Вот такую одну продали. Да? Уже продали? Все, уже надо успевать, да? Да. Просто смотрит. Сейчас размеры нет. Размеры мы заказали. Мы ждем пока. А так все смотрят. Здесь рукав не отстегивается. Там, где рукав отстегивается, здесь же сам по себе короткий рукав. Здесь замок очень грубо получать. И мы не делаем. А вот видите? Вот видите? И рукавчик отстегивается вот в этом. Удобно. Кролик. Рекс. А по стоимости вот, допустим, вот это есть ли? Вот эти по 350 долларов. Ага. Все, да? Любые? Смотри, Настенька, мы сейчас еще заказали разные цвета. Еще вот в таком плане. Но это качество совсем другое. Расцветка вот такая, но качество совсем другое. И удлиненная такая. Здесь и вниз отстегивается, и рукав. Два в одном получается, и рукавчик отстегивается. Удобно. Купила одну вещь, да? Иначе как две. Классно. Оператор халтурит конфеты, а тут пришел есть. Дальше идем. Насчет косух много выбора. Да, вот курток мне прям вообще нравится. И цвета, и всякие разные варианты. А по стоимости у вас вообще? Вот смотрите, косухая вот так скажу. От 150 долларов, и есть за 100 долларов тоже. Здесь S, M, L, L, можем подобрать. От 150 долларов до 250 спокойно могу одевать куртки. Все, что связано. Которые с мехом, которые без меха, не имеют значения. Могу одевать. Огромный выбор. Такие более... Вот это, в тот раз тоже я показывала. Вот здесь широкие рукава идут. Угу, модненькая такая. Классно. Украшенный вариант, и цвет тоже подо все. Особо белую кожу не заказываю, потому что от согрения кожа желтеет. Потом клиента теряют. Многие не понимают. Да, у синие лапки. Да, мы прошу, прошу. В общем, если мы что-то не показали, в выпуске все есть. Да, в выпуске все есть. Оставим ссылочку. Я помню, да, Миреля. Ночек вообще все классно. Давайте, наверное, еще мужское, да, помутим немножко. Да, давайте. А так, да, женское покажем, сколько еще есть. Огромнейший выбор. Предвиспомним, что могут сделать все, что угодно. Единственное, вот это давай, оденем. Ага. Люблю эту модельку. В этом году еще качество. О, знакомая, твоя любимая тоже. Вот такая. Это тоже авторитет. Неденчивый. Это до шубы-постей шубы. Здесь 7-8. Полный рукав. Некоторые хотят полный рукав. Мы можем шить, делаем. Но очень редко кто хочет полный рукав. Это кто за рулем. Удобно очень. Сейчас же все девушки за рулем. Удобно. И перчаточка. Очень красиво. Классно. А по стоимости? Буква, кто не понимает, Стамбул. И там, на зале, это страна. В городах. Вот это двухсторонняя. Только хотел спросить. Здесь джунга. Ждана момента. Вот смотрите. Точно такая же двухсторонняя. Есть подешевле. А это из-за кожи чуть-чуть дороже. Но не скажу прям дорого. Это из-за кожи джунга. Посмотрите. Вот так джунга. Ну, шубка, конечно, вообще шикарно. Вообще. А когда с этой стороны можно вот так сделать, еще богаче смотрится. Ну, капчик. Поднять немножко. Мне еще нравится, надоело там купить. А цена какая? Вот такая, когда 250 будет. Есть за 150, за 170. Точно так же двухсторонней. Разная разница есть. И подлиннее есть. Это из-за кожи. И вот здесь, вот смотрите. Это тоже. Все кожа, да? Это замш, тыльная часть кожи. И сверху вот так машинка рисует. Замш. Все же, да. По коже замш. И не будет трескать. Ничего не случится. Я тоже когда-то блоку беру. Здесь еще нарисован. Я смотрю, будет после стирки трескаться. То есть не будет трескаться. Не переживайте. Нормально там. Это уже как продавец поймет, какой размер. Если неправильно, я получу, я никогда ему не даю. Здесь ягненок. Да, классно. Обгладили все. Стойка воротник. Пожелание тоже можно отложить в пистоли. Супер. Это где-то осень-весна, да, наверное? Это зима. Зима? Классно вообще. Очень легкая. Здесь утеплитель идет, Настя. Утеплитель идет. Прямо просто выглядит легкая. Получается, здесь сам по себе шкурка. Еще плюс утеплитель здесь. Смотри, да? Да. Очень редко там, где на рукаве, вот здесь смотри, утеплитель делают. А здесь сделают. Это зима зимой. Заходят, я говорю, это 150 долларов, к слову, да? Они сомневаются, начинают вот так, вот так, вот так. Смотри, я говорю, если я бы искала 1200 долларов, вы в жизни даже не рассматривали вот так. Все вы не смотрели. Даже вообще не смотрели. Вы не поверите, вот где 1200 долларов говорит, точно такая же кожа, точно так. Я же форматура одинаковая. Наверное, в шоп-центрах, да, и как раз вот эта табличка. Естественно, говорю, это реально. Вот смотри, да, например, 170 долларов, да, вот это, 170. Они вот так, вот так, вот так будет разговаривали. Это нормально. С неба не падает деньги, они покупают. Но знаете, что обидно? Обидно то, что если в шоп-центрах едет или побольше магазин зайдут, если вот это, скажем, 1700 долларов, упакуйте. Не смотреть. Вот тогда надо еще больше смотреть надо. А мы когда продаем, даже от души продаем. Мы стараемся где-то что-то, нигде, чтобы везде, чтобы идеально было. Я даже сама рассматриваю, показываю, вдруг, чтобы они поехали, потом что-то где-то увидели. Как-никак это кожа. У нас и то кожа где-то родинка есть, где-то где-то что-то пацаны. Там пацанатолся, да. Идеальная, да. Смотри, какой овец. Такой же цены ниже. Там где-то 35% нарисовано. Сейчас 55%. Мне кажется, 55% еще минимум. Да. Сейчас 50%. Сейчас еще больше, потому что, когда вот это все закупали, на этот момент доллар резко поднялся. В общем, успели закупиться. В прошлом году была вот эта визиточка. 35% да? Сейчас больше. А сейчас 55%. Сейчас больше. А у нас цены особо не изменились. Те, которые у нас каждый год покупают, они знают. Нет. В прошлом году у нас цены какие были, вот то, что продажи, в этом году такой же. Точно такой же, честно. Ну, товар ночью, но странно, но цены такие же, потому что люди приходят, говорят, мы у вас постоянно покупаем, ну, за такую сумму отдай мне обижим. Правильно? Даже через WhatsApp заказывают. Я на тебя одеваю, рассказываю, показываю. То есть можно доставка, да? Даже в Малте позвонили, значит, этого хотят заказать еще. Даже в Малте. Это где? Ну, это, ну, это страна или там. А, в Мальте? Все, 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 поняла. Все, 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 поняла. Время находим и отвечаем. Берем, берем размеры у них, да, и сразу отправляем модель, примерно вот это покажите, точно вот недавно отправляем. И по видеосвязи показываете, да? То, что я на тебя одевала, мы это продали. Они увидели, мы отправили. Оказывается, девушка такая, как я была. То есть все, и примерите, и все, покажете, и расскажете. Главное... А у меня еще такой вопрос. Какая у вас самая, прям, такая дорогая модель вообще есть? У нас зимние вещи, астроганы. И то везде это по 700-800 долларов, а у нас 400-350, смотрел, в какой длине берут. 400 долларов, 350 долларов. И еще, там плюс, извините, если две пурточки возьмут, еще и астроган будет брать, еще скидка общей суммы. Еще какой вопрос. Вот, мне тоже нравятся такие вот модельки. Красивые, интересные. Это прессованные как раз, которые, да? Это, нет, лазь. Ход и замш, замш всегда дороже. Ход сумка, ход обувь, замш всегда дороже же. Ход замша полностью. Еще лазня показать 200 долларов. Здорово. Одна дама пришла за 200, мне 200, как раз, нас 420 купила, потом к нам зашла, она увезла в шоке была. А вернутие же нельзя, да? Нет. Нет, они могут поехать, например, они купили дорого, да, в шубцентрах, они могут обратно товар отдать, но, но. Все очень спрашивают, нет. Ты должна плакать, ты должна орать, чтобы деньги сразу вернулись. Но многие не вернут. Они говорят, вы поезжайте домой, мы деньги отправим. Ну, это все время. Они постараются поменять на другое. Но дама не хочет. Я говорю, для этого вы должны орать, плакать. Это вам надо, говорю. Вот, носите с удовольствием, что поделаете. Потом на следующий раз у нас будет. Сначала ко мне зайдите. Если я не смогу одеть, это уже другое дело. Но я по-любому одену. Не надо, сначала надо ходить, смотреть, потом. Может, в шубцентре то, что у них не есть, может, у меня нет. Я по-любому найду. Чтобы главное, и хорошо было, и чтобы лицо освежало, чтобы село хорошо. И недорого. Да. И цены тоже очень. То, что они за такую сумму покупают одну курточку, они могут, у меня, блин, 4 курточки у меня могут купить. Разные. Как обувь это, я всегда говорю. Честно. На весь сезон, на все сезон. Да. А еще что? В Турции, вот, всех, лучше спрашивают. Эко-кожа не бывает. Есть плохая кожа, но эко-кожа не бывает. Я всем объясняю. Есть эко-кожа сумка, есть эко-кожа обувь, но именно кожные курточки не бывает. Вегетарианцы тоже заходят, говорят, эко-кожа есть, говорят, ну, нет. Зоу. Лесящая, если хоть. Как наш магазин, видишь расцветка? Да. Два. Здесь замш идет, на одиалу похож. Де городе. Вот, смотрите. Еще раз как? У нас де городе. Это де городе называется. Кожа-переход на замш. Там, где рабочие. Но, опять-таки, девочки, слушайте, когда вот эту модель вы покупаете, я всем объясняю, без обмана вы ничего, в дождь ни в коем случае не надо попасть. Если в дождь попадете, здесь пятышка останется. Чтобы я клиента не потеряла. Это у кого восемь куточек, как девятую может себе позволить. Но правда-правда. Потом, хоть они скажут, не качество, нет, не из-за этого. Здесь просто лазня покрытия нет, замш замшем идет. А вот здесь, там, где рабочая часть, это кожа. Это разные расцветки. В синем есть, в черном есть. А вот это норка. Тоже, опять, не Греция. Обычная норка. Не греческая. И вот такая, чуть удлиненный вариант. Идет сзади чуть-чуть вот так идет. Раскишено. Когда одеваешь красиво, на вешалке особо не смотрится. Отходи, подходи. Давай, Денис. Давай. Даю, Денис. Внутри помощь овчина. Ой, классно. А теперь приятно. Джумба-кожа. Вот так я скажу. Вот смотри, Настя. Здесь кожа прям мягкая, есть, которая прям жесткая джумба. Сам по себе толстая кожа здесь получается. Эмблема тоже есть, от глаза тоже есть. Эмблема особо куча в глаза не бросается. И заодно прикольно. Турецкая. Я обычно белый цвет не заказываю, но клиенты просит из-за этого. Красота. Классно. Адевать вообще плет. И можно? А еще как будто плечи есть. Здесь карманы. Твои плечи шикарные, Кочи, подчеркивает. Вот так скажи. Все, что есть, нет, Кочи, все появляется. Двухстороннее идет. Кстати, тебе хорошо, Кочи. Под цвет лица, я же говорю. Не иначе. А сколько по цене? Вот такая мы просим 50 долларов. А за предыдущую? А дубленочку 320. Да. 320 долларов. Руки в карман. Кочи. Резинку покажи поближе, пожалуйста. Вот качество хочу показать. Вот смотрите. Не будет лохматиться, да? Лохмать мне резинку. Если папа купит такую курточку, и детская тоже есть. Вот смотрите, будет Кочи. Точно такая же. Точно такая же. И можем точно такую же. Вдруг что. Вот смотри на сына. И можно маме и дочке, да? Я так думаю. Это чуть-чуть с утеплителем идет. Когда вот так идет, такая рисунка с утеплителем. Молодец. Я справился. И двухсторонняя. Например, спортивный костюм, да? Замочек вот так. Чтобы кожа с кожей не соприкасался, спортивный костюм многие любят так. Сочетание, что было, можно и стойко, можно и вот так, отложенный воротник. Вот смотрите. И в тот раз я показала, вот такая модель. О, ну че он, вот это одет? Да, это подсветка, получается, специальное внутрь, как он одет. А на что заказа? Значит, точно такая же. Один молодой человек у нас заказал. Вот кожу, обрати внимание. Подойди ко мне, Эмрах. Вот смотрите. Подойди носинка. Это тыльный час кожи, лазина по кредитам на синя. Молодой человек, как заказал? Костюм. Вот здесь вот так костюм. Три пуговицы. Это на заказ мы брали. И жилетку. И внизу жилет. Такую же кожу. Точно такой же получается. Вот жилет. Вот здесь. И кожа сзади. В общем, мы сгоряемся как можем. Жилетка прям прикольно получилась. Жилетка получается, мы как костюм делали. И вот такая кожа. Сзади вот так жилетки была. Как сочетание бомба была. Повернись. Сфотографировали хотя бы модель. Да, сфотографировали. Вот, то есть мы ставим. У нас фото есть. Классно. И еще. Специально мы делаем, чтобы качественно было. Это я придумала. Кожаная ставочка была. Вот там, там где вот так идет, кожаная ставка была. И карманы тоже очень много. Он захотел карман вот так. Я говорю, гост, давай с магнитиком сделаем. С магнитиком. Очень классно. Да, с магнитиком не тоже нравится карман. А по цене вот эта куртка? Ну, это 180-200. Это 180-200, Настенька. Вот смотрите. Скажи, мы заказ жилетка. Жилетка с курточкой у нас получилось очень 350 долларов. Даже вот в наличии, если было бы в другом магазине, даже такую сумму не вышло бы. Это с того же счет 40 долларов именно карго. Ну, у них карго у нас почти 40 долларов берет. Даже эту заканку мы не брали. Две вещи получились. Жилетка и куртка, да? Две вещи получились. И за 300... 350. 350, да. Здорово. Так. И теперь мы будем талию подчеркивать. Ага. После талии подчеркивать, это нужно меньше размер. Вот смотри, Денис, покажи, пожалуйста. Вот здесь, когда одеваешь вот так, и можно заузить. На вкус и цвет, да? И вот здесь раньше обманку мы делали, и можно отжимно прятать деньги. Здесь тоже. Погладят всего. Да, классно. Одинаковые модели. Можно сделать одно. И для нас, самое главное, если вы заметили, у Дениса средний рост, да, получается? Нормальный рост. И хоть и высокий рост. Вот смотри, как длина хорошо сел. Если у кого-то высокий. А, ну ладно. Можно даже талию подчеркнуть. Есть точно такая же куточка, чем на 7 цветах. Да, это уже женские. Ну, для мужчин тоже можно шить. Укороченные. Тоже такие вот. Опа. Вот такая модель. А здесь чуть-чуть потоньше идёт. Из-за этого. Ага. Любая продавщица сказала бы, это 170, это 170. Без обмана, без ничего. Даже фурматура одинаковая. Просто. И за счёт, без обмана, и за счёт кожи. Кожа, как машине всегда говорю. Есть и БМВ, есть Влада Калина, есть москвич. Повести велосипед. Москвич тоже машине считаешь? В москвиче можно, да. Вот такая куточка детская. Это детская получается. Вот смотрите. Есть точно такая же хаки цвет и в жёлтом цвете. Одна. Подожди, дни. Это зимняя. Мерседес. Везде, как он отстёгивается. Есть дети, которые капюшон не любят. Холидейтс. БМВ. Из прокладки цвет. Видишь, какой? Блоковский. До этого, как я говорила, получается, вот это зелёное купили. БМВ я подарила в подарок. Кленты, которые были до этого. Это классика. Которые любят, бывает же, ничего лишнего, да? Угу. Это так. Виде, как он отстёгивает. Ещё детская куточка. Вот, тебе, смотри. Это уже феррары. Угу. Даже, бывает, на детскую смотрят, взрослую такую же заказывают. Или на взрослую смотрят, детскую такую заказывают. Конечно, конечно. Угу. Ещё так, взрослая, вот такая куточка есть. Это девочковая уже. Бутылочный цвет есть в чёрном. Это уже как узор, как двухсторонняя получается. Это то, чтобы, пусть, чтобы я всегда так говорю. Это не зимняя для девочки. Опять-таки, если клички любите покупать, детскую в подарок. А подскажите, пожалуйста, вот такая вот, по чём. 25 долларов. 25 долларов. Нормально. А вот такие вот? Чемодан, они с сериалом чемодан. Самый большой размер 60 долларов. Вот эти 60, да? Угу. Хорошо. А вот здесь поменьше, допустим. Поменьше 40 долларов. 40. Всё. Хорошо. Спасибо вам. Это кафе, мы постоянно не попадаем, да? А, ну так, кафе-баре встал даже. Сувенин. С кальянчиками совсем есть. Да. Так говорится, спасибо, что Настя живёт здесь, а то во всё скупила бы. Это точно. Следующий у нас интересный пункт – это аптека. Обязательно заходите, там куча можно лекарства вести с собой, всякие полезности и крема. Ну да, крема, лекарства. Есть куча списков, которые можно ввести. Главное, по-русски написано, возможно, даже по-русски говорят. Возможно. Вот, можно сразу готовые коробочки. Мне кажется, все, да? Мне кажется, прямо здесь есть, Нарюш. А пацаны подскажете? Как дела? Хорошо. Потом мы выключаем чай, кофе. А подскажите, пацаны, сколько стоит у вас? От скольки? По 200 долларов, по 14 долларов за килограмм. От 8 долларов, да, в общем? В 8 и по 14. Ага, у нас пахлава есть. А, Суджук, по чем у вас? По 8 и по 10 долларов за килограмм. По 8, по 10. Штучка, да? Ну и просто здоровенные такие. Суджук, необычная пахлава розовая. А гранатовая пахлава по чем? 10 долларов за килограмм. 10 долларов за килограмм. Ну, их, в принципе, я думаю, не одна. Какой-то бык, непонятно. Ну, кстати, еще один банкомат. И это, в принципе, улочка. Она не особо такая большая. Есть экскурсионный бюро, но мы рекомендуем свое, да? Да, но мне нравится. Ну, мы можем порекомендовать то, чем пользовались. Пользовались мы из Кимера, ребята, Гинза Тревел. Можем дать своего менеджера. Мы от него ездили на Мальдивы. И сейчас все еще собираемся в Тазыканье. Ой, да, в Тазыканье. Смотрите, какая красивая. Красивая. Да, Араукария при входе. Прям как... Паша Принцесс называется. Как называется? Пашас Принцесс. Пашас Принцесс Хотел. Ребята, из шопинга-то, в принципе, и все. Мы, конечно, можем пройти по той стороне и еще посмотреть всякий текстиль. Это супер важная информация, что вообще касается, что привезти из Турции. Вот в какие магазинчики попасть, посмотреть. Есть самые обыкновенные турецкие магазины. Это Мигрос, Бим. Они здесь в этом поселке тоже есть. Причем не в однократном количестве. Также здесь есть рынок. Ну, а на рынок мы опять сегодня не попали, да? А потому что он не сегодня... Он по средам проходит. Но мы из-за этого уже месяц не можем снять Чамьё. Потому что мы думаем, вот сейчас в среда поедем, а у нас все-то не получается. И вот так вот уже плюнули сегодня вторник и решили поехать поснимать. Потому что ноги просят. Я знаю, кто-то не может определиться, куда ехать, в какой поселок лучше, чтобы понимать. Ну, собственно, все. Это конец главной улицы. Мы с вами прошли буквально пару минут. Конечно, если будете закупаться и что-то рассматривать, будет намного дольше. Вот. И что еще я хотела рассказать насчет рынка. Рынок сюда приезжает по средам Кемерский. В принципе, нет смысла ехать в Кемер именно из-за рынка. В Кемер он в четверг проходит. Вот. А в Кемер можно съездить там ради LC, Вайкики, там, ну, таких популярных сетевых магазинов. Вот, давай в Синьке постоим. И еще хотела сказать, что в Анталию, в принципе, здесь тоже можно спокойно доехать. Прям вот съезд на дороге в автобус, который идет до Анталии. И он напрямую попадает в Анталию. В общем, проезд из Кемера стоил до Анталии 32 лиры оплаты наличкой. И с чем ее будет, наверное, немножко подороже? В чем ее 37? 37, да? А, ну да, мы же сюда доехали. Вот, 37 лир. Так что так. Пойдемте дальше следовать, что тут вообще есть. Все, ребят, мы переходим на другую сторону улицы. В принципе, кстати, вот это... Ой, машинки сейчас пропустим. Ну, вот это все тоже есть на рынке. Все эти одежды. Можно сначала посмотреть на рынке в среду, да? А потом уже посмотреть, что в магазинах предлагают. И главное сразу не бежать, да? Не покупать. Приценись, потому что... Ой, вот автобус, который ездит, Анталия... Ну, понятно, Анталия, да, Чамнево, Анталия, Кемер. Можно доехать. А вот, кстати, тут еще сдаются в аренду такие мотобайки. Очень удобные, можно ездить. О, здесь что-то пахнет вкусно. Косметики, да. С глазиком мыло. Всякие крема, крема, крема. Мать салочки. Ой, уж кто-то это утаскивает. Ой, солнцезащитный крема. Всем советую, особенно в первые дни. Нюхательное мыло. Ой, кстати, даже есть цена 1 доллар. Прикольно. Пойдем дальше, посмотрим. Всякая штука. Прикольно, слушай. Удобно, мне кажется, особенно если это... Любитенку надо с сумкой вместе собрать. Запаковать сумку? На сумку запаковать. Еще одна аптека, кажется. Вон, и там сразу я даже вижу стоят... Ну, если мы не найдем... Витаминчики, мне кажется, да? Да, БАДы всякие. Можно вот, какой-то кератин, орган. Ну, это просто... Кстати, я вот не знаю, расскажите, интересно будет, если мы отдельно какую-нибудь, не знаю, аптеку забредем, поснимаем, попытаем продавца какого-нибудь грамотного. А что там снимать в аптеке? Ну, поспрашиваем, что привозят, какие лекарства, какие-то добавки. Мне кажется, не знаю. В общем, напишите, где интересно, потом как-то... И что интересно, да? Ну, аптеку издать, снять. Вот. Поможем посмотреть... Кстати, в клип подорожжение. Мороженое хочешь посмотреть, да? Ну, давай, давай. Я с эти два раза проскутилась и спрашиваю, что мороженое поела. Ох, что-то мороженое, а! Вкусное. Пойдемте дальше. А вон там вино я вижу, фруктовое. Ой, ну, нас угостили с этим гранатом, оно было такое окислительное. Ну, не, оно было хорошее, но единственное, что, ее надо разбавлять, чего Настя не знает. Водой? Да. Потому что оно очень сильно вино. Такие обычные пряжные магазины. Кстати, а куда оно делось? Ну, куда оно делось? Вот, Насте понравилось. Мне понравилось, что... Парамидки из чербета. Мне понравилось то, что есть ценники. А вот халва один доллар. О, это пешмония, да. Мне что-то это загружалось долго. А вот можно до пяточек чесать, мыться и все прочее. Тоже один доллар. Слушай, еще и с бусиками. Да, и с бусиками. Полный набор. Спасибо. Спасибо. Можно найти шорты всех марок мира. Похожи, по-моему, были. Лапост, Волла. Такие только бедненькие. Один есть на каждые шорты, на которых такой... Я только на те, которые, как у меня были. Огромное количество. Кстати, хороший выбор в Анталии даже такого нет. Здрасте. Здрасте. Всякие эти блядики. Ну, как Насте, короче, нравится. Ну, да. Да, это прям к головам. О, знаете, какое это? Это 8 долларов. 8 долларов. Большое, да? 70 на 140, наверное. Маленькие, в общем, меньше 10 долларов. Ага. 2. Здравствуйте. А вот такое, как тебе мне белье? 45 долларов. 45 долларов. А там покрывало и еще что-то? Да. А, просто покрывало. Покрывало просто и на душе. А, все вместе. Все. Спасибо большое. Смотри, какая красота. Ага. А в тенечке еще ветерочек вообще лепота. Мне нравится в курортных поселках то, что здесь ассортимент больше нацелен на... На кого? Ну, на туристов, то, что нам нравится. И получается так, что здесь пока больше выбор, даже того, что в постельном предъятии в Анталии даже иногда. Да, но не везет. Да, в любом случае. Спасибо. На счет выбора это прям точно, то есть реально больше. И здесь такая небольшая улица, но все есть. Удобно. А тут, смотрите, турецкая эта за 1 доллар. Угу. Ручки машут. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, чуть-чуть. Давай видео в магазин. Да. Безо. Я принадлежу, что нет. Ну, давайте, давайте. Если интернет, инстаграм или ютуб, то там есть. Да, я тоже. Я из финанса. Аллах. Как зарабатываете? Почему у вас стоит? 1 доллар, 2 доллара. Килограм? Нет, 100 грамм. Ахахах. Понятно. Вот такие разные, ребята. Вот сюда 100 грамм 1 доллар. Вот такие 100 грамм 1,5 доллара. Ага. Вот такие здесь делик с локом. 2 доллар 100 грамм. Вот такие сюда VIP и экстра... Как сказать? ВИП. Да, экстра делик с локом. Экстра делик с локом. Утре 1,5 доллара. Угу. 100 грамм 2,5 доллара. Здесь вот сюда 3,5 доллара. Утре есть вверши 1,5 доллара. Экстра. Утре 1,5 доллара. Паклава 100 грамм 1,5 доллара или 1 доллара. Если много возьмем, чуть-чуть, я буду без проблем. 1 доллара ничего. Как-то. Фруктовый инжир, финики, барбарисы. Есть и есть много. Да, все есть. Здесь стандартный локом. Почему? Вот такие килограмм по 10 долларов. Вот такие купники, как пятичий локом, сказать. Маленькие-маленькие. Квадратики. Да, да. 12 доллара, 10 доллара пойдет. Здесь чай есть, ребят. Манго, эвкалиб, гранат, витамин. Деньский виагра, мужской виагра и имбирный чай. Лучший чай. Что, Майосаш? У меня вот это любимые цветочки. Вкидаешься, не спускаешься. А вот такие цветочки почем? 100 грамм 15 долларов. 15 долларов. Да. Суптан, чай Дениса, любимый. Ну, один из самых лучших, да. Ну, которых мне нравится, по крайней мере. Мясо, вот такие еще вкусные. Они универсальные. Универсальные, и для курса, смотрю. И почем? 100 грамм 15 долларов, 6 долларов, разные ребята. Угу. Ну, по крайней мере. Чай, каркаде, шубанту, розы, есть крема, мыла, лаклея, масла, все. Есть, 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 вот какое число. И какой вы хотите, была не дошла. У меня магазин, супермаркет. Все есть. Да, да, да. Это какао уже, правильно? Нет, мускат молотный. Блин, ладно. Хотел попробовать, ну ладно. Попробуйте, пожалуйста. Посмотри, а это что такое? Жизнь. А, все, поняла. Мишень, а ты не дай, да? Чай пьет. Не хочешь чай попить? Ну, чем-то вкусно пахнет, я не пойму, чем. Какими-то приправами. Вот такие тенель, так, раки арома. Раки арома. Пахнет лучше. И люблю чай. Это точно для меня всего этого цветного. Мне кажется, на зимний чай похож. В зимний чай там еще, по-моему, имбирь добавляют, а тут имбиря не вижу. А может, есть. А вот еще какой-то чай. А эти джинсвенка, мне кажется, вот с темы там. Ребят, а тут моя любимая нюхательная мыльца. Мы уже вышли и собирались уходить. Я не пойму, моя любимая, а нюхатель Денис Андреевич. Это что за безобразие? Нет, я хотела бы что-нибудь такое, больше фруктового. Они, кстати, там еще не просто, но по вкусу, они еще что-то от чего-то. По запаху. Ну, по запаху отличается. Мыло с гранатом, глубоко очищает, помогает поддерживать баланс и влаги, помогает коже выгреть шелковистой. Помассируется. В общем, на каждом инструкции есть, можно разобраться. По одному доллару недорого, да? С лавром и листом. С лавром и листом, и две штуки. А почем они? А, три доллара. Кстати, очень хорошая цена. Соус. Это что, лаврушка? Мы зависли. Не, лаврушка не мое, моя фруктовая. А вот это жопкие улитки. Вот они жопкие улитки. Ну, ты знаешь, что я люблю. Так, ребят, ну вот можно найти распродажу по 6 долларов. Все, все разное. Четыре штуки 10 долларов. О, с кемером написано. Будьте в Чамьево, а придется покупать полотенчики с кемера. Ну, потому что, как бы, Чамьево область... Ну, Чамьево, получается, как область кемера, да, считается. Вот, смотри, есть футболочки. По 5 долларов, либо 5 евро. Ну, конечно, курс интересный у них, приравнивающийся. Смотри, внутренняя креветка. Вот я как увидела, наверное, я сразу не хотела. Внутреннюю креветку? Да. Или креветка внутрь? А вот, не знаю, шашлык королевских. Смотри. Давай посмотрим. Так, давай что-нибудь такое. Понятно. О, турецкий завтрак, вот, 110 лир. Только на скольки непонятный человек, да? Ну, на одного, наверное. Не, почему? Иногда, скорее всего, турецкий завтрак обычно на несколько человек. Есть еще специальный турецкий завтрак. Послушаю, салат 60 лир. А вот пицца, 105 лир. Ну, в принципе, хорошая цена. Здравствуйте. Вот напитки разные есть, пацаны. Я обратила внимание, раки. Смотри, главное, сколько много их. И большая компания раков, 2 килограмма 15 долларов. Это автобус Гинза Тревел, открытый кавриолетом, который Денис не успел снять. И он, куда он ездит, по экскурсиям нам рассказывал, Ибрагим, я забыла уже. В общем, у Ибрагим надо спрашивать, он подскажет. Ну, есть такая специальная экскурсия, когда они так, кто-то приорюте, куда-то едут. А потом, не помню, как музыка, так весело, кто-то не успел снять. Ты как меня дёрнул уже под конец. Можно вас угощать? А по чему у вас китахая? Китахая, есть штуки 3 доллара, есть штуки 5 доллара. А, и жирчик, по чему у вас? Один килограмм 4 доллара. Один килограмм 4 доллара. А черешня? Черешня 2 доллара 3 доллара. Это, который на грамме на полюнике. 2 доллара 3 доллара в килограмм? Ой, красотища, ребят. Ну, собственно, всё. На этом шопинг кирдык. Такой бык тут такой мощный. Как в Париже или в Нью-Йорке бык. Нет, где-то вот ему натирают. Кстати, а что это у него здесь не натертое? Знаете, такой же справедливый. Как-то украшено. Интересно, натирать смысла нет, да? Так, ну давай мы... А, мы здесь и шли, ну давай ещё раз. Если мы вам не снимали, то снимаем. Есть? Всё. Всё, есть. Ну вот ассортимент, в принципе, плюс-минус, как вы видите, у всех одинаковый. Ой, мне нравится, что здесь не как, вот допустим, вот в Кемере идёшь-идёшь, да, прям много шопинга. Здесь вот так ограничено. Не, мне нравится, что здесь особо так это не дёргать. А, да, не предстоит продавцы, да. А, что я помню, в Белике когда были, это вот... А в Белике, а не потому, что там как получается, там отеля далеко, к ним туристы не доезжают. И каждый турист на вес золота. Да, да. Да, там дорогая, там всё в Евро, в Белике. Ну, потому что там и, собственно, европейцы отдыхают. И, смотрите, три штучки, 10 долларов. Разные цены. Ну, можно всякие халатики. Ну, я покажу, подожди, ребятам. Вот такие просто, ну, на пляж сходить взять 15 долларов. А вот даже есть какое-то приличное такое платье за 20. Со слониками. Можно сразу отовариться. Ну, вот единственное, как по мне, ну, не то, что минус, то, что в Чамниево, нету этих LC-вайкики, да? Ну, хотя, может быть, оно... Вот какие приличные платья. Тоненькие. Ну, да, приличные. Похоже, да? Серебро, султанит. Понравишь, что тут колбаски соблазняют народ? О, какая красота. Я не знаю, мне почему-то зеленые кажутся съедобными, да? Хотя казалось бы. И мы с вами сделали круг, вернулись к тому же кафе, откуда начинали. Ведь кожа мы к мехам.